тревога и невроз многие люди озабочены тревогой и мои клиенты озабочены тем как же выйти из невротического расстройства меня зовут алексей красиков это школа эмоционального интеллекта и психотерапии и канал невроза мегаполиса давайте обсудим тревогу и невроз и так большинство моих клиентов имеют тревожные расстройства а то есть смешанные тревожно-депрессивные расстройства что же такое невроз и каким образом здесь играет роль тревога в прошлых видео мы паск поговорили с вами о пресловутых панических атаках мы разобрались симптоматики и разобрались что надо делать для того чтобы избавиться от панических атак посмотрите предыдущие видео кому эта тема важна на канале но все было бы здорово если бы не было так грустно когда человек считает что его основная проблема это панические атаки он сразу ставит себя в тупик его проблема не панические атаки панические атаки это испуг проявления вегетативной активности и человек пугает себя из-за вегетативной активности в разных обстоятельствах жизни так формируется паническое расстройство человек привыкает себя паниковать при разных условиях главное условие это вегетативная активность которая может будоражиться из-за тревоги собственно говоря она из-за тревоги будоражиться теперь смотрите у человека есть какие человека есть какие-то отношения в его жизни из-за этого у него возникает тревожность потому что у него есть невроз сейчас мы об этом поговорим и это тревожность соматизировать вегетатику и эту вегетатику человек пугается поняли поэтому паническая атака это испуг и бегство и спасение тревога это то следствие которое генерирует невротическая личность и вот теперь мы переходим к определению невроза невроз и это болезнь в кавычках личности личность как-то реагирует на повседневную среду на то что с ним произошло происходит или может быть как ему кажется произойдет то есть невротическая личность это человек он не болен он абсолютно нормальный невротик у которого есть какие-то особенности личности которые реагируют на определенного рода обстоятельства именно поэтому не все мы болеем невротическими расстройствами потому что у нас у всех разные личностные аспекты для кого-то одни обстоятельства являются поводом видеть в этом тревогу и угрозу а для кого-то это повод посмеяться и порадоваться именно поэтому борис дмитрий карвасарский владимир николаевич месищев основатели личностно ориентированной реконструктивной психотерапии назвали невроз болезнью личности личность как-то остро реагирует на обстоятельства наша с вами задача разобраться на какие обстоятельства личность именно вы остро реагируете здесь есть два варианта накопительный или реактивный не буду создаваться в классификации есть два пути первый вы всегда были острый невротической личности и уже с 7 7 8 лет вы остро реагировали на определенные вещи и в принципе ваша эмоциональная реакция это хорнификация вашей личности вы всегда были таким человеком просто сейчас настигла кульминации из-за того что обстоятельства накопились и соединились воедино и есть второй вариант это когда человек жил абсолютно ни на что не жаловался все у него было хорошо и вдруг по дороге на работу у него что-то там застучало сердечко как-то ему поплохело он этого испугался позвонил в скорую выбежал ну и пошло поехало что говорит первый и второй случай второй случай говорит о том что у нас есть личность которая жила адаптирована к тем обстоятельствам которые у него были но случились какие-то обстоятельства которые невротическая личность слишком тревожно проинтерпретировала соматизировалась вегетатика он эту вегетатику испугался а в первом случае у нас есть личность которая в принципе искаженно воспринимает множество жизненных ситуаций которые для большинства людей достаточно безопасны но поскольку его личность специфична он воспринимает абсолютно обычные вещи слишком тревожно и эмоционально значимо поэтому все ситуации или большинство ситуаций в жизни которые происходят ему он их и 3 и 3 он и генерирует тревогу по этому поводу отсюда родился миф что вегет сосудистая дистония не лечится вегет сосудистая дистония это следствие тревожной личности вопрос просто в том у кого это ярче выражено у кого это менее ярче выражено если человек всю жизнь имеет тревожную личность и эту проблему с личностью то его вегет сосудистая дистония будет естественным сопровождением всей его жизни если человек имеет какой-то изъян в личности который реагирует на какую-то определенную определенное событие то его вегет сосудистая дистония будет проявляться в периоды когда это лично сталкивается с этой особо значимой ситуации в следующем ролике мы поговорим о том что такое вторичная выгода симптома и о том почему вообще этот термин используется и каким образом психодинамика понимает это и вы узнаете о неврозах и а симптоматике неврозов гораздо больше чем вы даже могли подумать ваш алексей красиков школа эмоционального интеллекта и психотерапии до встречи